друзья всем огромнейший привет привет с вами алиса и у нас с вами новый день в симпсоны спринфилд я предлагаю начать и начать давайте начнем с акирой мне интересно выполнила ли я все задания нужно там 3 бонсай о есть отлично все 3 готов и теперь посмотрим это конец или нет как уже стало нормальным немножко подвисает когда что-то из инвентаря достаешь но я к этому привыкла это не так страшно знаешь в твоих способностях нет ничего выдающегося любой дурак вроде меня может купить твою драгоценную корягу с листьями за пончики но не потратив пончиков сделать то для чего пончики просто необходимы вот где самый настоящий талант ты что сказать пытаешься йода мой талант пончики твои сэкономит и я смогу потратить их на что-то другое ты так мудр можно я буду называть тебя сенсей ладно но только если этот термин не имеет ничего общего с моей расой и только если он имеет отношение к моим невероятным умственным способностям ну конечно как пожелаешь и еще не все ну видимо пособираем уже задание других персонажей будет видно погнали вы выучились интересным фишкам в раю да да забыла сказать я начала сюжетную люди кровавые десна марфи там создатель саксофона собственной персоной адольф сакс хотя если он и дальше будет пытаться научить архангела гавриила правильно трубить в горн то долго на небесах не задержится разблокирован костюм барта сорви головы он сразу оделся в него так так видишь ли лиза я был не спослан из рая помогать одиноким и печальным душам на земле я сказал властителям рая что могу спасти эти души наполнив их нежными звуками саксофонного соло и они на это купились они несколько путаются в современных музыкальных направлениях а разъяснить им их я даже не пытался заставить мерфи кровавые десны играть джаз да я почему решила на начать его задание потому что вот было у него максимально на 4 часа и было очень накладного постоянно отправлять его даже сейчас уже восьмичасовой открылась и это хорошо ну что бард слушайте сюда все бард царь и голова собирается сокрушить систему тирании но правила придуманы специально для нашей безопасности бард родительская брехня каждый ребенок имеет право ездить на поломанном неустойчивом транспорте есть вредную пищу пока не стошнит и совершать глупости он прав ребята давайте начнем вредить себе заставить бард выполнять опасные трюки мелхауза бегать с ножницами а мартина вертеться как белка в колесе вот это да насколько же бегать вы видите все равно задание не анимированные только бартика она можно в принципе отправить что ты делаешь ух ты круто это вам не простое за задание кататься на роликовой доске но на голове круто это ракеты я не поняла кто закончил ага и доктор закончил в общем сразу несколько сюжетных линий а это на на конь закон не могу слова собрать наконец-то закончились эти задания с фейерверками которые так ждала что закончится но реально столько мусолили рекс баннер освободился я так счастлив что мои родители больше не враждуют ну по крайней мере на этой неделе ухты посмотрите как уже 3 закончилась ну и я подозреваю что дон тоже да как я говорила уже просто логический конец шел по тексту гомерчик сенсей если вы хотите продемонстрировать всем величие своей древней культуры у меня есть идея получше чем разведение карликовых деревьев воспользуйтесь своей способностью надрать задницу и докажите что вы настоящий забияка гомер думаешь величие боевых искусств восхитит людей больше чем умение выращивать овощи ага ага гомер сам прошу можете присоединиться однако при условии что у вас есть подходящее снаряжение я очень придирчив к внешнему виду когда дело доходит до жестокости отправить акиру на тренировку по карате новая часть 1 окей значит отправишься на ночное наша принцесса а теперь лиза я надеюсь ты поможешь принцессе освоить три главных правила держать осанку уметь рисоваться и гадить в отведенных для этого местах я не хочу чтобы она стала похожа на тех лошадей что разгуливают по городу они же лучше остальных животных кое-чему она уж точно научиться гребнем чудесную гриву расчесывать мне это так нравится заставить лизу прокатиться на принцессе я думаю покажу вам следующим видео я все жду задание как он будет на троне восседать нет 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 глаз перед деревом но за морем очень все понятно тишина никто ничего не говорил и все равно кричать здорово сегодня занятия закончим пораньше и вы дети пойдете строить мое гигантское каменное извояние слушай лиз а давай тело устатой ослиным сделаем пусть знает отличная шутка а ты понимаешь что так или иначе у нас на постройку идет несколько столетий что-то других предложений от тебя не последовало заставить фараона скиннера править железным анхом вот-вот вот это и задание будет крутое отлично а детей хорошо а вот и мы кстати отличная игра отлично бард я объясняла как наш тайный язык тебя защищает все очень просто вы не готовы услышать то что говорят о вас девочки понимаешь девочки взрослеет быстрее вас нас интересуют мода общение музыка и так далее на более высоком уровне чем все интересует это вас мы могли бы разорвать вас на части одним словом но это бы вас уничтожило а потом в средней школе нам было бы не с кем встречаться так что как видишь наш тайный язык нужен всем это безумие почему меня должно волновать чтобы мне думают девчонки тогда ты не оставляешь нам выбора мне очень жаль бард я надеялась что нам удастся этого избежать заставить шарит или высмеивать других злобные какие девчонки карманы рвутся от долгов а мешок набит разве разным зверьем а теперь я расскажу богачам о спасении животных и втюхую им свою живность прошу прощения доктор хиберт не желаете ли приобрести у меня козла и зачем мне козел да пожалуй вы правы совершенно бесполезное животное прости козлик верно пора тебе на фабрику клея сегодня тебя никто не спасет погоди-ка это животное нужно спасти что что ж ты раньше не сказала я своим жестом доброй воли теперь смогу друзьям нос утереть сколько ты за него хочешь заставить мэри спаклер оплатить пару счетов какая хитренькая девочка до наш крутой папа видите ездит на своем автомобиле бард что ты делаешь убери руки от руля автомобиля папы простите но эта штука бронированная и такая заряженная идеально для того чтобы переехать машину скиннера бард ты меня обманывал на деле ты просто хотел завладеть моим автомобилем и переехать на нем машину своего директора не расстраивайся ты же человек имеешь право на ошибку сдаюсь мне не победить спринфилд а если ты можешь победить то тогда отлучи его от церкви заставить папу отлучить жителей спринфилда от церкви тут начнется потом кипиш прокручиваю вроде бы все быстренько но неудивительно столько заданий просто закончилась все сейчас я быстренько соберу остаточки вот спряталась у нас еще наша дама корпорация не упала у с гордостью объявляет о создании новой компании мы организуем совместное предприятие с американским лидером сфере быстрого и здорового питания красти бургер попробуйте новый неа бургер в нем есть все о чем мечтают пещерные люди черви черви и снова черви они всегда были главным ингредиентом моих бургеров но теперь это уже коммерческая фишка какой бургеры с червячками как вам нямка заставить жителей спринфилда отобедать в красти бургер это жесть конечно да но я даже не знаю может отправить их тогда давайте отправлю пять человек вот еще один диалог спрятался спасибо за приглашение капа мне было это нужно мне в голову не приходило сколько может стоить операция по смене пола много текста фрэнки бери пушку и пойдем в магазин комиксов магазин комиксов мой помощник объяснит самый ценный комикс радиоактивный человек номер один сегодня он появился в продаже ясно фрэнки и помни на этом задании меньше стука больше взлома да это началось новое задание понятно теперь заставить фрэнки стукача стараться не стучать окей просьба все поэтому я предлагаю вернуться нам к нашему ящичку ну понятно как обычно крутишь не в ту сторону вот он осталось у нас три подарочка набор снеговичок того я хотела на него посмотреть как это он между то не понимаю него не пускай назад а ну ладно так что то у меня игра не реагирует перезайду ну что перезашла я со страхом в игру так как я не раз встречала информацию о том как когда выбрасывают из игры то теряются и пончики и покупка но как бы тут такая фишка я меня не выбросила она просто как-то залагала но в общем то я вот вытащила зиме из инвентаря свой подарок и честно говоря был дело так как совсем не так он выглядит как там возможно из за того что сейчас не зима не очень интересно у кого они были зимой возможно зимой они будут в полный рост а теперь такие видите как будто головы вот сюда посползали на хочет пока такая какая-то несуразица честно говоря посмотрим что будет дальше поэтому давайте откроем следующий смешно конечно туристический набор а а что такое происходит вот опять видите меня о турист турист и турист заставить туриста провести отпуск во франции 2 в японии 3 в бразилии поскольку я не вижу тут частей скорее всего это одноразовое поэтому я наверное их по отправляю это 12 часовое хорошо потом в общем какой-то странный набор ты вообще вроде как не бродилка видите но буду как-то разбираться с этими туристами как-то мне все очень странненько и как-то игра себя тоже очень странно ведет ну что 20 пончиков там как раз уже готовые квики давайте на собираем на один я просто как правило за день собираю но не так как под 0 а это вот на следующий день у меня пончики но виде исключения так как уже хочется забрать последний приз такое хода в общем еще по поводу пончиков если кто помнит я собиралась за пару дней перестать покупать коробочку но я с другой стороны сегодня так сидела думала а вдруг вот с обновлением а пропадет наш выпускной альбом и будет очень обидно а если он но в любом случае если он пропадет то я за эти дни хотя бы еще что-то себе куплю по 30 пончиков а если он не пропадет но ничего страшного в любом случае ивенты у нас идут минимум две недели а большие то пять недель поэтому мы за пять недель я точно насобираю и куплю нам текущие то что будет продаваться декорации поэтому давайте уже вытащим злобную тетю поставим ее на такой можно сказать склад забавное такое здание добро пожаловать в клуб вырезателей кукунов мардж прошу прощения за опоздание пришлось искать няньку гомер застрял на работе пожарные сейчас заняты его вызволением знаешь а ведь мне тоже нянька нужно заставить люсиль бат батсковские заботиться о детях мы и должны получить люсиль батсковский ух какая страшно конечно тетя заботиться о детях да вы отдали бы вы своего ребенка вот такой опасной женщине жесть а сидеть с ней вот это кошмар так что правильно бард с ней заделали с ней так поступать острить у нее шея такая как у жирафа фу жесть ну что я подожду еще да можно будет ускорить задание этих обедающих и еще продолжим немножечко ну что отобеда отобедали мои обжорки соберем и конец отлично не зря ждала ну что осталось 36 и это хорошо видите все понемножечку уменьшается так что буду начинать еще дополнительно уже задание персонажей ну увидите какие в следующем видео все друзья до встречи всем пока пока пока